Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Начинается поездка к историческому трехтысячелетнему каналу Шамирам. В Гадрудском областном медицинском объединении открылось отделение неотложной медицинской помощи. Турция построит газопровод для снабжения Нахачевана. Были предъявлены обвинения угрожающим вдове Динко и адвокату его фонда. Крест Кафедрального собора Чмятина будет установлен 14 июня. Два грузовых поезда столкнулись в Малати. Один человек погиб и трое получили ранения. Выпущен эксклюзивный диск полной концертной версии святой литургии Комитаса. Начинается поездка к историческому трехтысячелетнему каналу Шамирам. Заявка на участие в конкурсе программы «Коридор развития Урарту» подана в Западной Армении. Программа подготовлена муниципалитетом Артамет провинции Иван для открытия исторического канала Шамирам для международного туризма. Путешествие в историю начинается в форме канала Мануа Шамирам, который наши предки построили 3000 лет назад для удовлетворения потребностей региона в поливной воде. Канал является одним из шедевров Западной Армении и мирового водного строительства. Его длина составляет 51 километр. В рамках программы «Коридор развития Урарту», цель которой дать представление об окружающем мире, будут большие инвестиции в сферу туризма. Планируется проведение таких работ, как строительство тротуаров, резиденции, велосипедных дорожек, лагерей, благоустройство территорий и озеленение. В Гадрудском областном медицинском объединении открылось отделение неотложной медицинской помощи. Он был отремонтирован, обставлен и оснащен необходимым оборудованием при поддержке миссии Международного комитета Красного Креста МККК в Арцахе. Как сообщает корреспондент «Арцахпресс», в беседе с руководителем информотдела миссии МККК в Республике Арцах Эдериму Савелян, в частности, отметила, что целью создания отделения является обеспечение населения Гадрудского района неотложной качественной медицинской помощью. Тяжелых пациентов теперь можно лечить в палате перед тем, как доставить в больницу. МККК передал департаменту набор для реанимации, автоматический внешний дифрибиллятор, кислородный конденсатор, кардиомониторы и другое оборудование. Турецкий государственный газовый оператор Ботаж объявил тендер на строительство газопроводов на Хачеван. Этот новый маршрут поставок газа ограничит продажу иранского газа Азербайджана, и вследствие этого получается, что Анкара пытается восстановить отношения США. Находясь между Ираном и Арменией, разделяя небольшую границу с Турцией, Хачеван долго надеялся на поставку природного газа ирана как для отопления, так и для электричества. Этот шаг последовался заявлением президентов Турции и Азербайджана в севрале, когда они планировали немедленно отложить строительство газопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году. Тогда же было впервые подписано соглашение о его строительстве. Ботаж, объявивший тендер, предусматривает строительство газопровода, которое будет проходить в 80 километрах от города Игдыр, на границе с Нахачеванием. Пропускная способность газопровода составляет 2 миллиарда кубометров, что в 4 раза превышает потребности Нахачевания. Согласно статье, проектные работы должны быть завершены к началу 2021 года, а это значит, что газопровод может быть построен и будет сдан в эксплуатацию с 2022 года. Полная статья вам доступна на нашем сайте. Неизвестные отправили письмо в фонд Гранта Динка в Стамбуле, в котором прозвучали угрозы. Согласно заявлению, распространенному фондом в письме, направленном на электронный адрес фонда 27-28 мая, утверждается, что фонд Гранта Динка рассказывает сказки о братстве. Авторы письма также угрожали убить вдову Гранта Динка, Рагель Динк и адвоката фонда. Ниже представляем текст заявлений. Мы хотим проинформировать общественность, что 27-28 мая этого года фонд Гранта Динка получил письменные угрозы смерти, отправленные по электронной почте. В соответствии с процедурой мы письменно уведомили центральную полицию квартала Шишли в Стамбульском региональном управлении. В электронном письме содержалась следующая угроза. Мы можем появиться в такую ночь, когда вы даже и не ждете. Этот девиз, который гордо используется определенными кругами, и это тот же девиз, который стал для нас привычным до 19 января 2007 года, когда публично был убит Грант Динк. Тогда как государственные органы знали об этом в своих угрозах, они обвиняют фонд Гранта Динка в том, что он рассказывает сказки о братстве и требует, чтобы мы покинули страну, угрожая смертью Рагель Динк и адвокату фонда. После реконструкции свода храма в воскресенье на Кафедральном соборе первопрестольного святого чмеотина будет установлен крест. Как сообщается на странице пресс-канцелярии святого чмеотина в Фейсбуке, 14 июня в праздник Кафедрального собора святого чмеотина католикоз всех армян Горьгин II осветит крест, который будет установлен на полностью отреставрированном куполе собора. Отмечается, что за чином освещения и установкой креста можно проследить в прямом эфире церковного канала Шохакат и страницы ААЦ в Фейсбуке. Два грузовых поезда столкнулись в провинции Батталга, Смолатия, Западной Армении. Один человек погиб и трое получили ранения. Поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются. Известно, что поезда перевозили минеральную и твердую нефть. После столкновения на месте происшествия работают спасатели. Считается, что пропавший работник оказался в ловушке под опломками поезда. По инициативе организации поддержки посольства Республики Армения в Латвии, Литве и Эстонии резиденция в Вильнюсе в ознаменовании 150-летия великого композитора и духовного лица 11 июня известной американской компанией «Делос» был выпущен диск полной концертной версии святой литургии в ортопеда Кумитаса. Об этом Армен Пресс сообщили в посольстве Армении в Латвии, Литве и Эстонии. Записью святой литургии предшествовало выступление хора радио Латвии и солистов армянского происхождения Уванеса Нерсисяна и Армена Бадалян. Оно состоялось 20 сентября 2019 года в самой старой церкви Риги в церкви святого Уванеса. Дирижировал концертом Сигвардскляв, после чего в той же церкви состоялась и его запись. Выпуск диска уникален в том плане, что впервые группа, состоящая из иностранных музыкантов, хор латвийского радио, исполнил, а затем и записал полноценную концертную версию святой литургии Кумитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля Нубар. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!